Мы снова с вами, это Аниме Найс. Как вы относитесь к азартным играм? А, к азартным играм на собственную жизнь. Думаю, никому бы из вас не хотелось играть в дурака не на щелбаны, а на отрубанию пальцев. А вот герою этого аниме пришлось. Знакомьтесь, это Кайзи, безработный бездельник. Кайзи находится в нищете, живет в одиночестве и постоянно в долгах. Он ждет своего шанса разбогатеть, проводя свободное время за дешевыми азартными играми с соседями, хотя постоянно и проигрывает. Но даже такой спокойной, но никчемной жизни приходит конец, когда к нему приходит Юзи Энда, сообщающий, что Кайзи должен более 3 миллионов йен. А все это потому, что однажды он помог своему коллеге Токеси Курахата взять крупную сумму в долг, выступив поручителям, а Токеси при этом пропал. С учетом процентов сумма стала составлять 3 миллиона 850 тысяч йен. Но эти деньги Кайзи будет отрабатывать более 11 лет с учетом новых процентов. Поэтому он принимает решение отправиться на Эспуар. Это корабль, на котором проходят подпольно-азартные игры, где такие же должники и неудачники, как Кайзи, пытаются отработать свои долги. Но все это вы могли прочитать из Википедии, поэтому давайте я добавлю кое-что от себя. Сериал действительно неплох, он держит зрителя в постоянном напряжении, и когда кажется, что все уже совсем хорошо, всплывает новый пиздец, о котором просто все забыли. Необычная рисовка может сначала толкнет любителей гавайных няшек, но впоследствии к ней привыкаешь, не видишь в этом особую фишку, без которой не получилось бы столь изумительной атмосферы. Было выпущено уже два сезона аниме и снято два полнометражных художественных фильма. Также вышел уже третий сезон манги, а стало быть совсем скоро, мы будем видеть новые приключения Кайзи. Ну и под конец ставлю. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Макс Черный, специально для Анинаис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...